Скажем, слава Богу, братья и сестры. Вы еще не устали слушать? Сегодня Бог подарил нам прекрасный день. И хотя еще всю неделю передавали, что в воскресенье будет снег с дождем, но сегодня уже передавали утром, что будет только дождь. Температура поднимается, и мы уже идем напротив весне, и, наверное, уже скоро таких заморозков не будет, и снега тоже. Но мы сегодня с вами пришли на это место, чтобы прославить Его имя. Это имя Иисуса Христа. Он великий, слава Ему за это. Он великий и чудный Бог. Он сотворил нас с вами, и Он хочет каждого из нас благословить. Вы знаете, дорогие друзья, что мы с вами живем в определенной борьбе. В нашей жизни проходит борьба. Если мы только видим, читаем в газетах или смотрим по телевизору, увидим, какая борьба идет за свободу на Ближнем Востоке или Среднем Востоке, и задаемся вопросами. Но в нашей жизни также идет борьба. Мы очень часто находимся в борьбе. Давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, 12 глава, 22 стиха, читаю. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить и видеть. И девился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисея же, услышав себе, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Велизеула или князя Бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою. Как же устоит царство его? И если я силу Велизеула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силу изгоняют, посему не будут вам судьями? Если же я духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царство Божие. Мы наблюдаем эту картину, когда фарисеи, у них был аргумент с Иисусом Христа, потому что они его обвиняли, что он изгоняет бесов не силой Божьей, а силой бесовской. Но Иисус говорит, как это может быть? Это нереально. Это невозможно. Если Беата делал изгонял одержимого не Божьей силой, а силой демонов, то тогда царство бы, оно раскололось. Не может быть такого, чтобы одной и той же силой изгоняли друг друга. Оно просто бы опустело. Но обратите внимание, что Иисус Христос, Он говорит, что как же царство Его устоит? Как же устоит царство Его? Другими словами, видим, братья и сестры, что существует целое царство сатанинское. Не просто сам дьявол, но есть целое царство. Оно сильное, оно мощное. И дальше мы в 20 стихе видим, что Господь говорит, что есть также царство Божье. И так, дорогие друзья, существует два царства, совсем противоположные друг другу. В одном царстве управительным является сам дьявол, то есть Люцифер. А в другом царстве там Сын Божий, Он, сам Господь, Он является управителем. Вы знаете, дорогие друзья, что очень часто, очень часто эти два царства, идет борьба между ними, идет, можно сказать, война. Я представляю, я один раз видел такое на поле, когда парень охранял коров. Он взял в руки красный платок, подошел к одному быку и помогал ему между глазами, ему прямо перед головой. Это был, когда увидел красный свет. Он моментально стал очень агрессивный, начал набирать скорость, чтобы поразить этот красный свет. Он разбегался и бежал, ударял прямо в этот платок, пробегал мимо, разворачивался, набирал еще огромнейшую силу и бежал поразить этот красный сигнал, который он видел впереди. Что же происходит? Такой большой бык, который весит больше тысячи паунтов, и не видит, что причина, проблема не в красном свете, но что рядом стоит человек. Он его просто не видит, не замечает. И иногда в нашей жизни бывает то же самое. Мы пытаемся решить какую-то проблему, но не видим, что за этой проблемой стоит враг, который просто смеется, как тот парень, он просто смеется над этим быком. Если бы бык узнал правду, открылись у него глаза и увидел, в чем проблема, что проблема не в красном платке, а проблема в человеке рядом бы, то этот человек был бы серьезной проблемой. Так же часто в нашей жизни бывает. Несколько месяцев мне на работе подошла одна американка и начала рассказывать, какое у нее несчастье в доме, как у нее все рушится, все негативное. Муж переехал в Сиэтл от нее, сын начал принимать наркотики и принимает сильные дозы. Дочка тоже уже не появляется в доме несколько недель. Говорит, я какая-то, она от лаки, говорит, ну несчастлива, невезучая, говорю. Когда она мне это сказала, сразу сказал, я хочу тебе сказать, ее зовут Тамара, ты находишься под сильной атакой. Ты находишься под атакой дьявола. Дьявол сильно атакует. Она ходит в церковь, верующая. Она говорит, как так? Как это возможно? Как это возможно? Я под атакой, семья моя. Я говорю, а ты не читаешь Библию? Апостол Павел пишет послание к Ефесянам, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Оказывается, братья и сестры, что есть совсем другой мир, потусторонний мир, который, и там существуют существа, которые не имеют тел. И апостол Павел говорит, что мы находимся в борьбе с ними, что мы сражаемся с ними, с существами, которые физических тел не имеют, а не находятся в духовном мире. Может, где-то в атмосфере, может, в стратосфере, я не знаю где. Но где-то вокруг нас. Про нас в жизни идет часто борьба. И мы не замечаем, как эта женщина, она только видит проблемы, но не поменяет, что реальная проблема, это что враг, он ее атакует. Что происходит борьба. Борьба это очень сильная форма столкновения. Она не с людьми, она с существами, которые не имеют тел. Многие люди, они не понимают, в чем проблема. И как тот парень стоял, он держал тот платок в руках, вы знаете, что он делал? Он манипулировал. Он манипулировал, просто он дразнил этого быка, бык не мог разобраться, в чем дело, он только видел красный свет и не видел человека рядом. Так бывает часто и у нас в жизни. Вы знаете, противостояние, что царство сатаны, оно не джунгли, оно очень организовано. Оно очень сопоставлено. Вы знаете, я одного человека знаю, он говорит, да, я вообще не боюсь дьявола, посмотри на меня, я спортсмен, я никогда не болел. Я могу поднять любой вес, любую гантель, любую гирю. Я не боюсь его. Но этот человек не понимает, о чем он говорит. Здесь идет совсем другое сравнение. Мы не говорим сейчас о физических проявлениях. Мы говорим о духовном, то, что так малоизвестно. Вы знаете, что вообще, если вы когда-то встречались с кем-то, кто смотрит, разговаривает, читает книги, иногда многие говорят о чем-то сверхъестественном, но никогда в глубине не рассказывают свои секреты. Особенно кто занимается вот или гаданием, или выражанием, они никогда не очень, они keeping down, как по-английски говорят, они очень скрыты. Вы знаете, что этим царством, с которым идет брань, эти духи поднебесные, они подчиняются одному духу, которого зовут Люцифер. Люцифер в переводе с латинского означает «сияющий», с еврейского «ахилел» он обозначает, переводится как «утерняя звезда». Это было имя ангела, и мы находим это в Писании. Это был прекрасный, красивый ангел. Я даже сказал ему человеку, говорю, Люцифер был красивый ангел. Он говорит, откуда ты знаешь, ты его никогда не видел? Я ему сказал, все, что Бог творит, оно все красиво. Вы со мной согласны? Все, что Бог сотворил, любое дерево, любой цветок, любой ангел, любой человек, оно все красиво. Я даже боюсь иногда сказать, что правда это некрасиво, я боюсь сказать, что это некрасиво. Потому что я считаю, что все творение Бога, оно все красиво. И Люцифер был прекрасным ангелом, Библия об этом говорит. Я прочитаю книгу про Исаия, 14 глава, 12 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился землю, попиравшей народы. Говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд божьих, вознесу престол мой и сяду на горе сонми богов на краю севера. Взойду на высоты, облачный, буду подобен Всевышнему». Это местописание много говорит о том, что было время, когда Люцифером был одним из ангелов, все было хорошо. Было много ангелов на небесах. И все было очень отлично, ничего плохого не было. Но однажды Люцифер, он стал умнее других. Он взбунтовал. Он начал бунтовать, ему начало не нравиться просто так быть на небе. Ему захотелось подняться немного выше, немного на ступеньку выше других ангелов. Зачем мы просто ангелам, как все остальные? Он стал единоличничать, он хотел выделиться. Он хотел выделиться от других ангелов, и он заявляет и говорит, что я поднимусь выше звезд и поставлю престол свой высоко, и оттуда буду править. Представляете, братья сестры, один ангел, которому не понравилось находиться с другими ангелами, жить, поклоняться Богу, он начал выделяться. И в Иезекииле, в 8 главе, мы находим такой стих. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Бог говорит, что ты возгордился. Я иногда думал, думаю, Господи, за что Бог скинул дьявола и других ангелов на землю? За что он их изверг с небес? Что же он сделал? Что он, в чем он согрешил? Он никого не убил, он никого не ограбил, ничего такого не сделал плохого. Но Библия говорит, что он возгордился. Причина падения Люцифера была эта гордость, братья сестры. Вы со мной согласны? Эта гордость, он возгордился. И поэтому Бог, он его опустил, низверг его с небес. Он возгордился. И Библия говорит, что Бог гордый противится. Это очень печально было. Когда он упал с неба, он собрал еще с ним еще, ушла большая часть ангелов. Он возгордился. Где же сегодня находится дьявол? Многие говорят, его здесь нет. Он давно в аду. Но вы знаете, что Библия говорит, что дьявол, он на земле. Он ходит, как рыкающий лев и ищет, кого поглотить. Ищет, кого поглотить, братья сестры. Кого бы соблазнить? Мы дальше будем рассмотреть Писание и вникать в это. Я знаю, что эта тема, она не самая популярная. И много есть разных мнений на эту тему. Если у вас будет какое-то другое мнение, мне интересно, подойдите ко мне. Можно что-то добавить, подсказать. Потому что это такая важная тема. Он ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого поглотить. Давайте мы с вами откроем книгу Даниила, 10 главу. 10 глава, со 2 стиха книга Даниила. В эти дни я, Даниил, был в святовании 3-7 дней. Вкусного хлеба я не ел. Мясо и вино я не входило в уста мои. И мастями я не умощал себя до исполнения 3-7 дней. А в 24-й день, первого месяца, был я на берегу большой реки Тигр. И поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чесла его поясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии. Отчего, как горящие светильники. Руки его и ноги по виду, как блестящая медь. И глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение. Но у меня не оставалось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глаз слов его. И как только услышал глаз слов его, в оцепенении пал на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне, Данил, муж желанный, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послал ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне, не бойся, Данил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, и смирить тебя при Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. И так, дорогие друзья, 10 глава Даниила, вы ее все много раз читали, она не самая легкая глава, чтобы понять ее. Но мы сегодня с Божьей помощью будем размышлять, на нее существует очень много разных мнений. Так как мне время много не позволяет говорить, я только попытаюсь несколько из контекста вырвать стихов из Писания. Так Библия говорит, Данил был в посте 21 день, 3 недели. Он получил от Бога откровение и был в посте и молился. В нашем переводе написано, что он был только в посте, но есть переводы другие, где написано также, что он и молился 21 день. И вот однажды, когда он стоял с людьми на берегу реки Тигр, он стоял просто, внезапно что-то появилось с ним, что-то огромное, что-то сверхъестественное. Библия четко не говорит, что это, но по характеристике этого существа мы понимаем, что это был ангел. Потому что человеком он не может быть, у человека не похоже лицо, как на молнию. У человека не похожи глаза, как светильники. Скорее всего, это был ангел. И здесь, в этом месте, Библия предоткрывает завесу, чуть-чуть показывает нам духовный мир. Это было видение, которое видел только Даниил. Люди вокруг него, которые были, они испугались. Они убежали в страхе, хотя ничего не видели. Это было что-то очень сверхъестественное и сверхоподобное. Библия говорит, что Даниил, он наслабел физически, так как он был в пасте, он ничего не ел и упал на землю. Ангел ему говорит, не бойся с первого дня, еще с первого дня, ибо слова твои услышаны, и я пришел по словам твоим. Обратите внимание, что Библия, что ангел говорит, не бойся. Это такое слово, потому что мы его очень часто слышим, там, где ангелы приходили на землю, или Господь говорил, не бойся, сын мой. И здесь ангел говорит, Даниил, не бойся. Услышанные слова твои. И вот я пришел, слова твои были услышаны. От первого дня еще, когда ты начал молиться и поститься. Здесь задается вопрос, если бы я был на месте, Даниил спросил бы, Господи, или ангел, если ты меня услышал, почему 21 день взяло, чтобы ты пришел? Почему так долго? Почему аж три недели? Неужели я уже так долго по стенах хожусь, об этом молюсь? Почему не раньше? Где ты был раньше? Можно было его спросить. Но обратите внимание, 13 стих. Конец 12 стиха, начало 13. Я бы пришел по словам твоим, но, но стоит большое но, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне и остался там при царях персидских. И так, братья и сестры, ангел говорит, я пришел бы по словам твоим, я бы пришел бы. Но, князь царского персидского стоял против меня 21 день. Представьте эту видень, эту картину. Наверное, Даниил, он был просто в страхе, когда все увидел, слышал это. Ангел, 21 день. И я знаю, что каждый из вас задает вопрос, кто же этот царь персидский, который стоял против ангела Божьего 21 день. На этот вопрос сегодня в интернете миллионы сайтов, миллионы разных сотни тысяч мнений. Кто же это был царь персидский? Разные теологи, богослов ПК пытаются это по-своему транслировать. Я скажу мое мнение, как я понимаю, а у вас у каждого вы имеете на свое мнение. Этот царь персидский не мог быть физическим человеком. Почему? Потому что ни один человек физический не смог бы устоять в борьбе против ангела, у которого руки и ноги из меди, глаза как факелы, тело как топаз. Топаз в переводе обозначает камень. Никто бы не мог, физический человек, ему было бы нереально сражаться. Это было невозможно, чтобы физический человек на земле противостоял такому мощному существу, у которого лицо, как сверкание молнии. Это просто было бы невозможно. Поэтому это нам оставляет другое мнение. Даже есть один перевод в Библии, где написано, что царь персидский и в скобках стоит дух демона. Что это было сверхъестественное что-то. Я думаю, что это был злобный дух. Я думаю, что это был сатана, который не подпускал, он боролся, ангелу не давал ему, что он пришел к Даниилу. Это была борьба, духовная борьба. В этом месте Писания нам предоткрывается совсем чуть-чуть. Это занавес. Это очень серьезная тема, и она, как я сказал, не стала из самых легких. Проходила борьба. И в этом месте мы видим, что есть другой потусторонний мир, о котором апостол Павел писал, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей, против мироправителей, тьмы века сего против духов, злобы поднебесной. Это очень серьезно, братья и сестры. Вы знаете, что иногда, иногда, вот я недавно видел передачу по телевизору, показывали на передаче «Оправила», к ней привели мужа с женой. Они говорят, у нас несколько лет в аварии, трак, сэмой трак, с трейлером сбил наш вэн, и в нем погибло трое детей до шестилетнего возраста. До шестилетнего возраста! Но смотрите, что было дальше. Эти люди были верующие. Бывает ситуация такая, что некоторые, когда теряют детей, я знаю одного человека, у него погибла муж и жена в аварии, он попал в психотическую больницу, потерял разум, помешался. Эти люди не помешались, они уповали на Бога, они молились Богу, они не роптали. Они понимали, что здесь есть что-то духовное. Трое детей никто не теряет так просто в аварии, что-то здесь есть. И когда показали этот маленький ролик, когда шел суд, и тот тракист стоял там, и его лояр, адвокат, у которого было много страниц, чтобы защищать его, адвокат ожидал, что эти родители, они сейчас будут кричать в микрофон, чтобы ему дали пожизненно. Когда встала эта мать этих трех детей и сказала, мы хотим, мы его прощаем. Мы его прощаем, это не его вина. Есть что-то сверхъестественное, что нам непонятно. Это не этого тракиста вина, не он убил наших детей. Он не хотел это сделать. Это так получилось. Они простили его. И смотрите, что дальше, когда они простили этого тракиста. Проходит пять минут, и на эту сцену в этой студии выходит трое детей. Эта мать через два года родила тройню. Тройню. Говорит, Бог нам воздал. Слава ему за это. Бог говорит, нам воздал, посмотрите, у меня трое детей. Такие же самые дети, говорит, характеры очень похожие, те, что погибли в аварии. Очень большая борьба происходит в том мире, в котором мы не видим, братья и сестры. Нам так трудно понять его, что там происходит. Но я знаю, что Бог, его царство очень сильное. Он никогда не дает больше, чем наши силы. Я знаю, что когда мы молимся, уповаем, то наши дома не охраняются. Они охраняются ему. Бог охраняет наши дома, чтобы никакая атака дьявола не прошла через него. Чтобы она не прошла. Бог наш сильный. Аллилуйя, слава ему за это. Он сегодня среди нас. Вы знаете, что сегодня, в последнее время, дьявол очень сильно атакует, особенно детей, особенно молодежь, да и средний возраст. Очень сильные атаки идут через различные виды, формы, через интернет, через телевидение, через компьютерные игры. Сегодня в школах детей почему-то меньше стали учить о 10 заповедях, о Библии. Сегодня в американских школах преподают, кто такой был Ностердамус, Мишель Астердамус. В Болгарии сегодня в первоначальной школе преподают, кто такая была Баба Ванга. В России преподают в школах, кто такой был Вольф Мессинг, о чем он предсказывал. Все только по всем, только не о том, что реально, что настоящее. Почему так? В России официально с 2008 года в продажу вышла одна игра компьютерная. Рекомендуется в возрасте для детей от 7 до 16 лет. Вы знаете, как она называется? Ностердамус – последнее пророчество. Один мальчик, который поиграл в эту игру, написал на веб-сайте Амазон. Написал, что когда я начал играть в эту игру про Ностердамуса, у меня начались головные боли, говорит, и в конце игры я узнал, что такое гороскоп и познакомился со знаками зодиака. Вы представляете, братья и сестры? Оказывается, то, что сегодня в нашей стране, чтобы купить алкоголь, нужно показать паспорт или один 21 год, но зато дети могут зайти в любой компьютерный салон и приобрести любую игру. И эти игры, они атакуют детей, братья и сестры, эти сатанинские игры. Вы не думайте, что это просто так. Это дьявол манипулирует. Вроде бы компьютерная игра, вроде бы дети знакомятся побольше с компьютером, с интернетом, но на самом деле он ворует. И он сеет то ложное семя. Однажды один американец мне спросил, как ты думаешь, что такое Ностердамус? Он же сказал, он же пророк. Он говорит, ну почему он же пророк? Он же предсказал 11 сентября. Ну и что с ним предсказал? Что тут такого? Если бы он был настоящий пророк, он бы не вызывал бы мертвых, бы и не разговаривал бы с мертвыми, и не разговаривал бы с животными и с растениями. Сегодня нам нужно быть очень внимательным, потому что Библия говорит, что дьявол в последнее время будет принимать вид ангела даже. И сегодня мы посмотрим деяния, давайте откроем еще с вами, деяния, Деяния, 8 глава, с 1 стиха. Между тем рассеющиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а ноги расслабленные хромые и исцелялись. Ибо была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхновал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, все есть великая сила Божья. Амнимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхнованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Итак, братья и сестры, в Самарии началось пробуждение. Люди начали каяться. Филипп проповедовал, ходил, и пришло мощное пробуждение. Библия говорит, что люди больные вставали из кровати, они получали исцеление, бесы выходили с одержимых. Это прекрасно, так или нет? Но смотрите, что дьявол, там, где все хорошо, где Божья работа идет, он никогда не спит. И когда пробуждение проходило по Самарии, в это время дьявол поднимает Симона Волхва. Он создает Филиппу конкурента. Он поднимает Симона, который бы занимался волхнованиями. Вы знаете, что слово «волх» в переводе означает «заниматься магией». Заниматься магией. Знаю, я знаю, сегодня многие американцы говорят, но волхнование – это ничего страшного, это всего лишь какое-то гадание, какая-то маленькая экстрасенсия, немножко спиритизма, это немножко того и того, немножко гипноза. Но я вам скажу, что любое волхнование, корень у этого – колдовство, согласны с мной? В корне все равно это где-то колдовство. И вот Симон начинает заниматься работой в Самарии. Параллельно Филиппу, где идет имбелизация, люди каятся, стоят больные, Симон тоже проходит, собирает людей. Он был хорошим спикером, Библия говорит, так как написано, что ему внимали все и большие дети. Представьте, братья и сестры, как бы мы себя чувствовали, если бы мы приехали где-то на имбелизацию, например, в Россию, или на какое-то наше село, у нас люди слушаются, мы проповедуем, где-то в конце села какой-то нашелся человек вообще, не в церковь, не ходил никуда, собирает свою толпу людей и начинает там тоже что-то показывать. Симон, Библия говорит, он удивлял людей своими волхвованиями. Он принимал в силу недуховные методы. Он показывал людям сверхъестественные явления. И Библия говорит, что эти люди, они смотрели и удивлялись, и говорили, Симон, это дела Божьи. Вы представляете, братья и сестры? Люди не могли отличить белое от черное. Библия говорит, они говорили, здесь написано в 10 стихе, говоря, все есть великая сила Божья. Они не видели причину проблемы. Не могли они были духовно слепые. Не могли определить, где Бог, где дьявол. Это проблема серьезная. Они удивлялись только его сверхъестественные явления, как он употреблял свою сатанецкую силу, когда он волхвовал. Им это нравилось. И они следовали за ним. От малого до большого. Внимали ему. Хотя бы один нашелся в Самаре человек и сказал, люди, остановитесь, что вы делаете, кого вы слушаете. Да этот Симон просто самозванец, в нем нет ничего святого. Он просто борожит. Уходите отсюда, идите к Филиппу. Там действительно люди истреляются. Не нашлось никого, братья и сестры. Во всей Самаре хотя бы один человек сказал, против Симонова стал. Нет, Библия говорит, и дети, и взрослые все слушали и внимали Симону и говорили, это от Бога сила. Но прошло время, пришел Филипп туда. И, говорит, пришел Филипп и там начал проповедовать. И когда там сошла сила Божия, тогда народ крестился, аллилуйя. Тогда народ начал каяться, падать на колени и принял водное крещение. Они увидели, где сила Божия есть. И Библия говорит, и Симон покаялся, и принял крещение. И теперь Симон среди народа Божьего. Но что же дальше? Читаю с 18 стиха. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. У Симона, оказывается, были финансы, братья сестры, он не был рядовой человек, у него было серебро. Говорят, дайте мне власть сиють, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. И так покайся в всем грехе твоем, и молись Богу, может быть, отпустит тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Представьте, братья сестры, Симон, он теперь как бы в числе народа Божьего, он заметил, что у апостола есть какая-то сила, а у него ее нет. И он начал завидовать. В одном переводе написано, читал, там написано, что Симон начал сильно завидовать апостолу. И тогда он решил, говорит, ничего страшного, как там эту проблему, может, решим? Симон, он, наверное, отозвал мое мнение где-то в сторону. Не при людьми же будет деньги показывать. Взял свой мешочек серебром и говорит, Петр, давай как-то решим, поделимся немножко. Давай как-то вижу, у вас сила. Меня тоже когда-то великим называли, так или нет? Его считали великим? Симон великий. Говорили, это великий человек. Как-то чтобы у меня немного было этой силы. Но Петр ему говорит, Симон, остановись. Остановись в этом, покайся. Ты хочешь купить силу Божию за деньги? Забери свое серебро. И говорит ему, я вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Покайся. И тогда Симон говорит, помолитесь за меня Господу, дабы не постигло меня ничто, исказанного вами. Симон просит, чтобы за него помолились. Итак, братья, все в заключении своей проповеди. Я хотел просто, чтобы мы вникали в Писание. И сегодня, если нам кто-то скажет, ты скажешь, там где-то что-то, поехали туда. Так в свое время люди говорили, поехали посмотрим, там Симон великий что-то показывает. Чтобы мы с вами не бросались, если кто-то нам что-то скажет, какая-то реклама. Сегодня так много всего это. Разных реклам, разных приглашений туда и сюда. Мне спрашивают, что ты там был, а ты вот там был, а там так хорошо. А там такие проповеди. Мне здесь хорошо. А вам? Я сегодня просто хотел бы сказать, давайте встанем на наши колени и поблагодарим Господа, что Господь, Он нас учит через свое Писание. Аминь.